Итак, друзья, сегодня видео будет посвящено зимним укрытиям на зимний сезон. Сегодня я вам покажу укрытия хвойных. Это у нас будут туи, это у нас будут ель колючая, как мы это делаем. Это у нас будет неваки из сосны горной. Сегодня я вам все это покажу. То есть используются разные техники. В одном случае мы без каркаса делаем сеткой-теневкой, во втором случае с каркасом. В третьем случае вообще другая система. От сильных снегопадов используется техника Юки Цури называется. Это я первый раз увидел в Японии, в саду Конанзава. То есть очень впечатлился и решил, что пора уже внедрять это в Татарстане, именно по Ниваке. На самом деле техника Юки Цури, ее можно применять не только по Ниваке, их можно даже по туим шарам, по лиственным культурам и так далее. Это система поддержки определенная. Ну и, собственно говоря, вот сейчас я как раз еду на объект, на наш, в компании Косити. Вот. И сейчас я вам все там покажу, расскажу, потому что часть мы уже все сделали, часть мы в процессе. Так что смотрите видео. Ну и можете это у себя применять. Я повторюсь, что это мы применяем у себя в Татарстане, потому что у нас резко континентальный климат. Поэтому мы это все используем. Ну все, поехали. Друзья, ну вот я вам хотел показать, как мы делаем укрытие Туи. Это сорт Колумна. Вот. Данные Туи были посажены еще в 2018 году. Сначала мы их делали на каркас укрытия сеткой-теневкой. Вот. Вот эта сетка-теневка 55%. То есть сначала мы делали каркас, сделали каркас и уже вокруг каркаса все это отбили. Вот. Чтобы не было соприкосновения. Сейчас вот я вам покажу. Чтобы не было вот этого соприкосновения сетки с хвоей. Вот. А потом уже, ну два года мы подержали так. А сейчас цель вот этой защиты, вот этого укрытия, это просто от снеголомов. То есть вот эта погода, когда, ну например, ноябрь-декабрь, когда мокрый снег, это все вот начинает структура вот так оттягиваться. Вот. А вот так сеточкой в два слоя мы делаем, сеткой-теневкой 55%. Она их как раз очень хорошо защищает от снеголомов. Ну и вот так вот с тяжечками, сеткой-теневкой все закрыли. И вообще супер. Вот так вот. Каждый год такое вот делаем. Вот. А так вот у меня в инстаграме есть. Я опубликовал, как мы их закрывали в восемнадцатом году. То есть колотили каркас. И на каркас уже натягивали сетку. Ну, после двух лет уже вот такой агроприем, он абсолютно нормальный. И ничего там придумать уже не надо. Вот видите. Вот все. Вот так. В два слоя. Повторюсь, это у нас сетка-теневка 55%. И вот такой эффект. И стяжечками все стягиваем. И все. Весной она выйдет. Кстати, вот мы последние стрижки всегда не проводим. Там в августе. И когда даже если вот это все чуть-чуть подгорит, ну как бы вот это обожжется, не с этой стороны, а с южной стороны, то это мы просто застрижем. Прямо в это в мае, в первой стрижке. И все будет отлично. Ну вот. Это первая вам агротехника, как мы делаем вот такие большие туи после двух лет. Вот так вот. Имеется в виду после двух лет, с момента посадки. Сажали мы их, по-моему, четырехметровыми. Или, да, или трехметровыми. По-моему, или четыре метра, или три, не помню я уже. Но вот сейчас они уже такие шикарненькие туи. Колумны это. Классные. Люблю я с ними работать. И по стрижке, и по посадке. А вот обратите внимание, как мы туи-шары закрываем. Тоже так же. Вот сеточка, теневка, без всяких каркасов. То есть сначала в первый год делали каркас из бамбука. И на бамбук натягивали. Вот. А сейчас уже все. Без каркасная технология укрытия. Вот такая сетка-теневка. И также 55% в два слоя. И вот такой эффект. Видите? Вот и отлично. Вон, видите, даже вот сейчас снежок у нас это. Она будет очень хорошо структуру держать. А потом эти шары будем застригать, застригать, застригать. Я думаю, что там 2-3 года при нашей стрижке будет очень плохая структура. И даже укрывать уже ничем не надо будет. Она будет очень хорошо держать форму. Вот. Но в некоторых случаях мы все равно укрываем. Потому что разная бывает ситуация. Особенно, когда очень большой снежный покров. И, например, сейчас очень много оттепелей. Мокрый снег. И начинает все равно структуру разламывать. Вот так вот. Видите? Это вот эффект у нас по дуем шарикам. Ну, двигаемся дальше. А вот техника зимней защиты. Ниваки. Ну, садовый бонсай. Называется техника Юки Цури. Первый раз я ее увидел в Японии. Ну, и вот сейчас мы в этом году уже применяем ее в Татарстане. Вот такая техника. Сейчас я вам покажу поближе. Сначала делается каркас общий. Связывается вот так бамбуком. Вот. Дальше у нас готовится центральная ось. Тоже мы ее сделали из бамбука. Все аккуратненько связали. Всякие различные поддержки, декоративные элементы. Вот. И дальше вот так вот у нас происходят. Уже вот эти ниточки идут. И дальше мы как раз вот эти ниточки уже подтянем. То есть вот так она будет уже держать. Ну, где-то сцепочки такие будут небольшие. То есть шапочка будет прикреплена вот к этой ниточке. Ну, вот так вот. Вот такая техника Юки Цури. Вот так вот она выглядит со стороны. Ну, вот сейчас Юки Цури делается вот как раз на вторую туи у нас. Это тоже Неваки из горной сосны. Вот вяжется каркас. Центральная ось уже у нас готова. Вот она, центральная ось. Все, вот видите, связано. И дальше уже центральная ось будет прикреплена. И также натянем ниточки. Это у нас от сильных снегопадов. Вот такая система поддержек. Видите, вот происходит такой процесс. Причем вот это уже на Ютуб канале я делал. Очень много вот про эти Неваки. Посмотрите, как они выглядят летом. И вот как они выглядят сейчас. Ну, а сейчас вот мы пройдем. Вот сейчас мы с этого года начали укрывать вот таким образом елки колючие. Ну, ель голубая. А горят они все равно у нас. Сейчас я из оборота буду ели колючие убирать. И все-таки буду ель сербскую. Ну, уже начал сажать ель сербскую. Все-таки интродуцент. И вот так вот подгорает. Очень сильно они у нас в этом году подгорели. Вот здесь у нас ель колючая. И там у нас еще два тапиара. Сейчас я вам покажу. Вон они. Видите, два тапиара. Там один шарик и второй. Один шарик и второй из двух шариков сделан. Вот, видите. Тоже вот такие каркасы и сеточка. Но здесь уже в один слой допускается. Вот, очень сильно подгорели. Поэтому в этом году мы решили их вот таким образом закрывать. И вот таким образом мы их закрываем. Сейчас я вам изнутри покажу. Вот видите, вот. Вот такая ель колючая. Это тапиары у нас. Мы их тоже сажали, по-моему, года два назад. Вот под таким образом закрыто. А давайте тогда вот вам еще покажу. Вот так мы закрываем плодовые культуры. Это мы сделаем сначала перемотку с панбондом, соткой. Все это, естественно, проходим эластичкой, пятеркой. И вот таким образом это у нас зимняя защита. Вот, раньше мы сюда ставили сетку. Сейчас клиент сказал, что это, зайцев тут нет. Поэтому сетку мы не ставим. Только закрываем уже штамп. А так, где зайцы еще попадают, мы еще сеточку устанавливаем. Вот видите, вот таким образом. Так. Вот так. Здесь тоже у нас, это у нас яблонька, да? Да, яблоня. Тоже вот так штамп закрыт. И вот здесь тоже, видите, закрываем штамп. Вот, по вишенке. Вот таким образом у нас приходит зимняя защита. Ну, здесь тоже все то же самое. Здесь вот у клиента будем яблоню менять, поэтому ее два года назад еще выкопали. Ну, вот она сейчас пока так, на продажу кому-то продадим. Ну вот, это я вам показал, как в отдельно взятом саду происходят защитные зимние мероприятия. У нас в Татарстане с резко-конфинтальным климатом. Плодовые пустые мы вот так закрываем. Просто бечевкой связываем. Это у нас вот смородина. Ну, вот видите, в Ликицуре. В Ликицуре. В Ликицуре. В Ликицуре. Происходит монтаж. Ну, вот примерно так вот. Вот такие защитные мероприятия. Ну, вот эта техника, конечно, феноменальна. Очень красиво. Приобретает очень красивый зимний вид. Видите, прям очень интересно выглядит. Вот. Земля промерзла. Приходится сначала арматуру вбивать, только потом это. Ну, и по уровню все, конечно, меряем. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok